ну давай чувак но я хочу же стартану и долго ждать то ну пожалуйста пожалуйста луиста please please you cool boy i know please can i go зачем было делать такое долгое ожидание это что еще за читы были тоже это видели что за хрень тут творится самолетик где самолетик вот он на посадочку заходит пацанчик непростой у него чисто так аду какая-то странная все мы у пацана нет пацана стрелька в чем-то не видно что на табло написано это точечками мерцают у нас есть заливная горловина короче для соляры хотя это электропоезд но неважно заливная горловина все равно есть это на самом деле гибрид короче он и на электричестве и на дизеле нормально тема шутка а может быть это реально так на ней не может такого быть ну давай давай я знаю ты хочешь закончить посадку и поехать дальше еще один на посадочку нет они быстро ура конец игры все пока так у нас ограничение 90 стоит все нормально сахар да блин не так так как это делается аирпорт вся фигня забавно но я хотел сделать не то как мне сделать то что я хочу это не то что я хочу вот как в трене правильно блин дальше отдалить нельзя это максимум стартуем да все слышу же не должно быть слышно самолетов уже далеко уже он какая-то другая станция самолет это взлетает садятся что интернет этот вроде как садится может у нас этот звук залагал может же только бы да ёб вот нормально у нас уже такая скорость по ощущениям такая прям 75 миль ограничение 90 так что у нас обозначал этот звук я не в курсе на самом деле тут прямая почему вы здесь не ехать 120 почему 90 непонятно так gsm rgb что такое gsm r это у нас сотовый телефон такой gsm да волк громкость циферки какие-то но это по ходу типа радиостанция то на что кода ошибок или чего базар код столб что-то там что-то там а может мы в компьютер должны бортовой вводить вот эту фигню допустим вел один и он так сразу экстренным тормозить начал ну или допустим что-то я вижу только close doors open doors я почему-то не вижу сетбэк тестинг дурс есть лок central door locking релиз central door locking ну а не важно тем временем мы разогнались до 90 но если можно так сказать красивый по берегу так все пролетели нормально так а у нас через полторы мили ограничения 80 километров дорого пацан вот так вот можно вот это посмотреть мы здесь такого вида с такого ракурса так небольшое ограничение 80 потом снова 90 я вас понял нам так давайте мы тягу берем чтобы не набирать ее как раз может быть за милю мы до 80 сбросим скорость я тут уже желтый горит только что прилетел электропоезд так ну в принципе мы уже почти 80 едем до 80 мы точно успеем сбросить эти ограничения на 8 70 поставим вот так вот его и тягу а если поворот интересный небольшой и дальше по туннелю опять 90 90 так 90 90 вот у нас 90 вот у нас 90 вот она все все в шоколаде блин мне нравится как он наклоняется на поворотах на прикольно выглядит так что-то fps у нас кстати чуть-чуть упал раньше был побольше сейчас что-то поменьше ну ладно как есть пусть будет хотя бы так лучше так чем чем никак наверно да это бочечки стоят какой-то озерцо чертам мерцала сейчас это неважно наверно машин нет людей нет это есть свои минус вот это игры не людей не машину ты тоже стоят то это понятно вот ехать не едут они чё-то никуда ну ладно просим разработчикам это все-таки здесь упор сделан на поезда не на транспортного хвост покущей какая-то электричка мы ее обгоняем мы едем быстрее чем едет она это прикольно прикольно еще какая-то электричка едет не очень быстро это мы уже почти обогнали а вот и машины ездят фига себе левостороннее движение если мне не показалось там блин и мы опять какой-то тунец и же в какое-то темное дупло нет не надо не хочу пришлось походу а та электричка над нами сейчас проедет и куда-нибудь уйдет на неправильно предполагаю или нет так ладно неважно уйди что-то тоннель какой-то длинный можно пожалуйста как-то помедленнее пожалуйста смысле помедленнее смысле побыстрее пожалуйста спасибо че пилика ура свобода ты горы прикольно нормально моя так а сколько нам еще ехать его просто нам еще ехать 16 17 миль 17 миль это ж да это еще это мне еще триндеть и триндеть это мне надо какие-нибудь может истории писать пока я еду какое-нибудь произведение возможно забабахаю но чё по-моему было бы неплохо это еще с ручкой сделал так вот эта хрень чё значит смысле экстренная смысле экстренная я ж нажал ты охренела я те часто дам экстренная и чё тебе до полной остановки что ли я же нажал а у нас реверс не поставить никуда теперь пока мы не остановимся понятно опять разгоняться ну ё-моё вообще шо за говно как-то неправильно система работает она очень быстро у меня даже в l10 rb дольше горит заткнись урод я уже знаю что с тобой нельзя иметь никаких общих дел интересно это у нас ток в амперах показывается ли что это что вот это такое может быть это какая-то тяга наверное или сила ускорения не знаю что это такое у меня только одно предположение из физики которые изучают чтобы большая буква а это амперы то бишь сила тока больше у меня нет никаких предположений по этому поводу колоколь вон еще один электропоезд но мы-то круче мы модные стильные современные молодежные а ну-ка отстань я тебе уже все знаю почему опять скорость почему опять экстренно ешь нажал ребят я чет не понимаю по моему в этом локомотиве что такое дыра пол reset reset set все а у нас красный был да ладно да да ладно то есть я на красный проехал а я думал тут нет красных да ладно прикиньте он этот поезд перестроился короче мы остановились прямо перед стрелкой мы могли в шпилиться в него да ладно прикол а сколько нам теперь ждать когда мы можем поехать вперед уже можно или еще нельзя я не понимаю я же не знаю сколько ждать переключилась стрелочка или нет нормально еще такой прикол давайте на маленькой скорости проследуем это дело я думал тут не будет красных я думал мы едем едем и все тут оказывается еще и пропускать кого-то надо блин меня конечно прикалывать вот эти вот караса не крутящийся не представляю что это за баг не понимаю вернее салатом что-то написано но ты сервис о репли старт клей такая отсюда не вижу стрелка переведена на подна стрелка переведена вроде как ну вроде как мы не слетели с вами с рельсов а у нас желтый горит да уже зеленый нормально вообще так главное остановились так вовремя прикиньте сейчас был такой дтп бы было это было бы наверно забавно а нам тем временем ехать еще 13 с половиной миль что не очень мало что-то штука обозначает я в душе не знаю поэтому чем у них так сигналы светофора резко меняются если у нас они не так быстро меняются то тут они что-то очень быстро меняются желтый горит пока доедем может быть зеленый загорится на желтых еще на них и на не загорелся нам блин не влететь бы у него где он там едет вот светофор стоит сбоку и не видно что там горит а там горит желтый желтый это еще нормально надо на чуть-чуть притормозить ну точнее я тягу на ноль поставил сейчас разгоняться не будем будем просто катиться до чего не докатимся там какие-то у нас станции видимо или стрелки что там у нас ограничения какие-то 45 30 лютые такие так опять желтые понятно видимо потому что мы разогнались а там ограничения давайте начнем немножко притормаживать там у нас все-таки 60 ограничения даже побольше побыстрее чтобы затормозить все нормально затормозили 60 ганочка давайте выкрутим тут 60 60 да ё-моё вот со 60 граночка что-то у нас горит а где светофор даже не у нас красный а от 5 отлично светофор который не видно вот два желтых сейчас эта хрень опять запищи я уже увидел эту штуку которая на рельсах видимо датчик и он сигнализирует мне что впереди желтые а у нас там уже ограничение 45 то есть все вообще вот так вот быстро происходит заткнись первый путь по ходу мы куда-то прибываем вопрос только куда непонятно какая-то большая крупная станция большая крупная станция сонем красавчик заткнись тогда 30 надо сбрасывать скорость чтобы с рельсов не сойти все нормально 30-ку едем нам здесь тормозить не надо неужели там нельзя было как-то по прямой на проход проехать приходится сбоку обижать там здесь тормозить не надо так это тихо но все она горит желтый хотя мы еле едем ладно желтый так желтый пока не будем особо торопиться значит так и будем ехать потихонечку не очень быстро тупички тут такие интересненькие знак с нулем что он значит или знаю 60 уже ограничения но мы все равно и будем ехать медленно потому что у нас желтый впереди опять вновь желтый то есть нам можно не торопиться мы видим исследуем по удалению за затем что перестроился перед нами какие-то разъезды такие страны крутые горочки 3 путь оттуда 2 туда 2 туда видеть меняются звуки во время перестройки того пути она другой но тут рада не перестройка тут просто загиб такой ночью на поворотах такие звуки забавные получаются так ну короче зеленые я увижу я буду набирать тягу пока что опять желтый горят сколько там еще будет желтый гореть может 20 километров едем ну воткнись такие еле катимся еще то летим 90 то тут еле едем о зеленый кстати загорелся здорово пацан у нас тут все нормально на ну давайте короче у нас ограничение 60 стоит давайте хоть 60 поедем посмотрим что будет будем надеяться что тот уже разогнался и уехал довольно таки далеко пока мы будем разгоняться он уедет еще дальше и следующий у нас уже тоже будут зеленые все последующие скорее всего может быть там даже вон ограничение 70 написано мы все равно будем 60 ехать посмотрим как будет короче ну здесь да здесь вот зеленый уже что какое-то нам западло сделали мы могли бы ехать просто прямо и все тут какой-то левый пацанчик нарисовался на такой же телеге как у нас и усе и к вздесном так ну все зеленый наверное можно может и 70 ожидать не знаю следующий там у нас чё желтые 70 давать не будем о хрена не 5 желтого зеленый значит так и будем пока 60 ехать потому что видите мы еще даже желтый умудряемся с вами полить он у нас там желтые висят все еще ну значит 60 поедем шелтый не успел переключиться у нас опять он нам как будто даже 60 километров не едет точнее даже миллион походу 60 миль даже не едет чё он такой медленный я еду 60 хотя у меня ограничение 70 я его еще и догоняю то есть он там вообще походу едет что-то с чем-то опять желтые ну вообще я уже хочу вольнуть а я не могу обидно так надо сейчас на самом деле не любоваться пейзажами а за светофорами следить иначе все плохо будет прикиньте он нам сейчас навстречу едет и все и наконец да он не мог ехать нам навстречу а у него кстати огоньки по-другому горят может быть нам надо было сделать так же как у него как у него вот так вот вроде же да уже один желтый тогда было два желтых у них чуть сигнализация видите по-другому работает сейчас навстречу посмотрим как у него горят огни прожектор кстати такой очень крутой мне нравится по размерам просто как лампочка но у него горит уже тут большой то есть надо поменять схему цветовую вот так вот все отлично так желтая уж испугался что это у нас красный у нас желтые горят при этом я все еду 60 и уже ограничение стала 60 то есть там где надо было ехать 70 все ехал 60 и этот походу там есть 60 максимум желтые дни горят пищать по наложили тут этих сигнализирующих об опасности хреновин они мне мозг ломают не ну у нас еще 12 минут осталось чтобы прибыть на станцию ехать нам еще пять половиной миль но мы правда плетемся 60 миль какие-то гаражи какой-то бассейн перед у гаражей что за хрень не понять мне британцев странные ребята какой-то бассейн у бассейна гаражи какие-то чё за хрень непонятно ферст-клэс крутой поворотик дефлекторы таки прикольные в автомат ну как прикольно они не очень прикольные я таких такие в некоторых автомобилях короче видел да даже в логане в каком-нибудь похоже там они правда двойные они тройные но смотрите отличие допустим европейского поезда вот какого-нибудь того же советского да вот дефлектор соответственно здесь есть кондиционер вот можно выставить температуру там full heat допустим ну скорость охлаждения то есть видите написано cup heating то есть можно настроить температуру воздуха в кабине у нас получается блин у нас красный вон этот урод едет он вообще стоит а у нас кабине получается нихрена нельзя настроить у нас летом жара зимой холод и все мы конечно проехали на красный это не очень хорошо но что поделать я не мог же быстро затормозить ну вот желтый принципе мы не быстро едем давайте там поставлю тягу маленькую слабенькую такую чтоб особо быстро не разгоняться что он какой-то реально медленный они походу на 10 миль меньше едут обычно разрешенной скорости то бишь я сейчас разрешенная скорость 60 миль то они походу едут 10 до 10 на 50 миль я буду ехать я буду ехать 60 конечно но я буду он еле разгоняться чтобы он подальше от меня уехал а здорово чувак на маленькие катаешься ай 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 все равно просветил свой поезд там уже желтенький ну ладно клэп хэм узел по 12 желтый спереди на я знаю два желтых он уже уехал на два светофора он уже где-то на клэп хэм едет понятно понятно но нам все равно некуда торопиться нам надо чтобы у нас хотя бы горел зеленый да и то есть у нас загорится зеленый то один два светофора и мы опять догоним его будет два желтых желтых горит вот она клэп хэм станция у нас там ограничение 45 но и сразу до 40 снизим больше 40 не будем ехать на начало что так чё то тут тормозит так неплохо 9 fps ребят нормально на сейчас может быть это проедем получше будет опять желтый загорелся мы его еще догнаем он какой-то какой-то новую новые раскраски электропоезда еще не видел у нас а другой электропоезд тем временем нам две с половиной мили осталось ехать и у нас есть восемь минут но принципе я так полагаю что все мы приехали уже в этот город который нам нужен куда мы там приехали в лондона до лондон виктория по 14 14 путь видимо вот да мы ведь мы уже в лондоне как раз так находимся уже на в вокзале ну просто на какой-то сортировочной может быть станции на вот и сейчас просто потихонечку едем в сторону самого вокзала и перрона но это как допустим санкт-петербург московский сортировочный да мы сейчас едем вот по московскому сортировочному в сторону самого московского вокзала а у нас тут еще и стрелочка на понятно я все понял у нас тут еще и стрелочка главное не пропустить эту кнопочку а то мы опять экстренно остановимся нам этого не нужно фига тут такие вообще разъезды до жирненькие и путей куча вообще вот у нас в россии в основном два путя и все а тут вообще от какой-то чё подостроили ведь чё за арки через какие-то арки мы проезжаем зачем они здесь нужны или непонятно но они есть дима нужны для чего-то а давайте немножко меньше сорока даже поставим там он уже скоро 20 будет 20 пока то я не буду снижать иначе мы будем еще до завтра доезжать до этой станции завтрашнему дню только приедем какая-то большая видимо бочка почему она такая разноцветная мне непонятно так но он у нас уже тупик на карте горит все мы прибываем на лондонский вокзал ну или как он там называется этого-то я не знаю как он называется так а у нас красный горит его просто лучше тормозить на надо у нас красный горит не экстренным же ну почему красный того они там паркуются что ли полгода нам стрелку еще не перевели на итоговый путь все тормози короче братан ну пожалуйста ну давай 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 мне надо прибыть ну открывай поезд приехал о желтый желтый это хорошо желтый это неплохо на двадцатку еще какой-то другой да с другим с другим окрасом точнее как у нас да это с другим окрасом это беленький прикольный прикольный белый давайте двадцать ограничения поставим а тут что-то вообще уже все охренели все больше двадцати не едем нормально будет все наверное ну будем надеяться что все будет нормально и мы все-таки доедем до конца ни в кого не вмажемся и больше на красный не проедем сейчас надо за светофорами следить а я смотрю тут от третьего лица вон он вон он Викторичный путь заткнись так это у нас желтый горит да все нам в четырнадцатый путь построен маршрут соответственно все прибываем уже на сам четырнадцатый путь так у нас тут скорость чуть-чуть сама набралась поэтому чуток затормозим тут с горочки катимся поэтому хорошо у нас все будет наверное по стрелочкам нормально ну все в принципе мы по времени то успели никуда не опоздали вот собственно у нас лондон Виктория он так и называется этот вокзал лондон Виктория я сейчас пойду после этого загуглю как он называется на самом деле если такой вокзал точнее я так полагаю что есть потому что тут то маршруты люди делают ну по реальным сведениям все соответственно мы уже заехали на перрон осталось только протянуть состав до конца и затормозить так мне очень удобно конечно смотреть потолочек такой прям низкий мы чуть ли не чиркаем крышей об этот потолок так ну и FPS здесь соответствующие видимо красивое здание внутри которого мы с вами находимся много локомотивов ну все понятно собственно ну сейчас мы уже видите в стенку смотрим тут уже FPS чуть-чуть поднялся так ну давайте еще до конца мы проедем чтоб все было хорошо как можно дальше да как можно ближе к тупику остановимся вот все короче приехали ура мы смогли вот тут по идее должны быть камеры на каждой двери которые почему-то не работают все мы прибыли на конечную станцию Лондон Виктория просьба пассажиров покинуть вагоны не забывать свои вещи все наверное на этом единственное что люди садятся в поезд и нас заставляют ждать опять куча времени пока проходит эта посадка высадка пассажиров зачем нас заставляют ждать я не понимаю потому что мы все мы прибыли это конец маршрута нам больше ничего не скажут делать зачем мы ждем тогда непонятно ну ладно давайте подождем главное что это очень весело ждать end of scenario сценарий это что такое сценарий нет пунктов значения ну все сценарий пройден соответственно мы с вами закончили этот маршрут давайте оценим сценарий ну в принципе он был поначалу скучноват но потом вот в конце увидев вот эту хрень что мы чуть не сбили другой электропоезд что мы за ним ехали нам пришлось наконец таки дергать рычаги потому что мы изначально как я уже говорил задали скорость и все и едем ничего не делаем а под конец нам пришлось все таки что нибудь подергать как то самим поуправить локомотивом поэтому мне понравилось мы поставим лайк этому сценарию цели у нас были посадка пассажиров на трех платформ 3 и 3 посадили все цели достигнуты ошибки управления пройден красный сигнал светофора три раза да что было то было используем на экстренных торможений 16 раз ну они кстати были но вы видели что иногда это получалось случайно потому что экстренным я в основном не тормозил один локомотив мы опробовали соответственно мвпс мотора вагона и подвижных состав класс 377 саутерн катались с вами мы на нем 1 час 6 минут 57 секунд и проехали 50 миль или в километрах 81 километра вот такой вот у нас маршрут получился в следующей серии мы с вами покатаемся на какой нибудь следующей карте от пользователей посмотрим что там будет если честно я хочу покататься на паровозах но что там будет я не знаю это вы узнаете в следующей серии а сейчас всем спасибо за просмотр всем пока спасибо спасибо спасибо